Оказывается, осенняя хандра действительно существует. Случиться она может с каждым, но есть более устойчивые люди. Как вам прекрасная осенняя пора? Очень люблю. Очень замечательно. У вас не бывает осенней хандры? Нет, никогда. Здравствуйте. Как? А так и все, спасибо. Не надо, спасибо. Хандрите. Очень хорошо. А что вам нравится? Жизнь продолжается, все красиво. Хандры нет у вас? Бывает. Хандры нет? Нету. Всем так нравится осень, вот кого не спроще среди. А что, нормальная погода, теплая. Вообще, самое нелюбимое время года. Много у вас друзей, которые хандрят? Да. И я, и товарищи, и жена. Вы прям плачете все вместе? Да нет, никогда не плачем. Хандры не бывает? Бывает. Замечательно. Вам нравится? Да. А вы хандрите, по-моему, да? Да, да, немного. Более эмоциональные и чувствительные люди могут быть подвержены хандре. Под ней понимается пониженное настроение, повышенная утомляемость, нежелание что-то делать, с кем-то говорить, куда-то идти. Маленькие дети от хандры практически не страдают. Они всегда знают, чем заняться. Ну, к тому же, люди взрослые, которые испытывают сложности со своей текущей настоящей жизнью, точно имеют больше предрасположенности, чтобы впасть в хандру. Причины обретения такого состояния кроются в погоде. Становится пасмурно, световой день сокращается. Все это влияет на физиологию. Количество гормонов изменяется, что приводит к изменениям во всем состоянии человека. Если поддаваться этой хандре, можно достигнуть депрессии, что будет уже являться неврологическим психиатрическим диагнозом. Так что людям с пониженной устойчивостью нужно срочно начинать заботиться о себе. Можем делать небольшие перестановки в своей квартире, в доме, темные покрывала сменить на более светлые, чтобы визуально делать мир чуть ярче и чуть светлее. Это действительно будет помогать улучшать настроение, точно проводить время в приятных компаниях. Можно понежиться в теплых ваннах. Это бывает важно, приятно. Может быть, залежаться в кровати. Залежаться, но не залеживаться все-таки. По наблюдениям психологов, женщинам проще справиться с хандрой. У них существует больше атрибутики для борьбы с ней. Достаточно поменять сумочку, добавить на ряд яркий шарф, серьги, брошку, яркие сапожки, купить новые духи. Восполнить ту цветовую палитру, которая ушла от людей вместе с летом. Нужно больше заботиться о себе, уделять время себе и близким. А у рязанцев, оказывается, есть и другие способы борьбы с осенней хандрой. Я в лес хожу, на велосипеде езжу. У меня собачка есть, с ней гуляю. Да вообще стараюсь. Я потом работаю среди детей, инвалидов. Они такие прекрасные дети. Это просто прелесть. И, вы знаете, снимают всю вот эту хандру. Честно говорю я вам. Музыка, выставки, эстетические радости. Лес, грибы. Какая тут хандра. Спасибо. Среди прочего назывались занятия спортом. А еще один беспроигрышный вариант – это горький шоколад. Можно его есть, если на это нет медицинских ограничений. Он точно поднимет настроение. Также на пользу пойдут фрукты, такие яркие, как мандарины. Не только вкусом, но и внешним видом они придадут энергии и сил. И, конечно, вкусный чай. Может быть тот, который вы еще не пробовали. С фруктами или редкими душистыми растениями.